Из-за этого художника Бэнкси обвиняют в плагиате. Многие считают, что он не просто украл стиль этого французского художника, но и копируют его работы. Вероятно, под стилем они понимают использование трафарета. По моему субъективному мнению, трафарет это всего лишь инструмент, как кисть или мастихин. Ну, об отношениях с Бэнкси чуть позже, а пока знакомьтесь. Настоящее имя Ксавье Проу, французский, теперь уже не только уличный, художник, который более 40 лет назад начал рисовать своих знаменитых крыс на улицах Парижа, а сейчас проводит выставки своих работ по всему миру. Его псевдоним Блекли Рад своими корнями уходит в детство, когда был популярен комикс с героем Блекли Рок, имя которого немного изменив и взял себе Блекли Рад. Многие подметили, что Рад это анаграмма слова арт, но он признается, что когда его спрашивают об этом, он предпочитает сделать вид, что так и задумывал. Далее буду называть его просто Блек, для упрощения склонения его имени. Почти в каждом интервью его спрашивают, считает ли он Бэнкси подражателем, и как в целом относится к британцу. И тут нельзя не заметить, что риторика Блека менялась со временем. В 2008 году в одной британской газете выходит статья, Блекли Рад это не Бэнкси, в которой говорится, что пока Бэнкси учился держать цветные карандаши, Блек уже делал трафареты на улицах Парижа. На что Бэнкси в интервью газете Daily Mail признал, что Блек первым освоил трафарет. И более того, он сказал, «Каждый раз, когда мне кажется, что я сделал что-то оригинальное, я узнаю, что Блекли Рад сделал это уже 20 лет назад». Еще немного о Бэнкси. В 2011 году выходит фильм «Война граффити. Бэнкси против Роба». И нам очень повезло, что он есть на YouTube с русской озвучкой. Оставлю ссылку в описании. Рекомендую. Так вот, в фильме есть интервью с Блеком. И тот самый вопрос. Злится ли он на Бэнкси за то, что он взял его способ рисования и копирует его персонажа и даже главный символ – крысу? Вот, посмотрите, как ответил Блек. Трудно сказать. Конечно, немного злит, потому что, когда ты художник, и у тебя есть своя собственная техника, понимаете, в искусстве очень сложно найти свою технику, свой стиль. И когда он у тебя есть, и ты видишь, как кто-то другой берет и копирует его, тебе это не должно понравиться. В дальнейших интервью Блек говорит, что переписывался с Бэнкси по электронной почте. И что тот приглашал его в Лондон сделать работу в знаменитом туннеле на Лиг-стрит. Лиг-стрит – туннель в Лондоне длиною 300 метров, где граффити являются законами, несмотря на то, что противоречит законодательству Великобритании о государственной собственности. А после этого Бэнкси даже прислал одну из своих работ Блеку в подарок. Посмотрите на подпись. И Блек признался, что эта работа является драгоценностью для него. С Бэнкси все. Как же сам Блек пришел к своему творчеству. В 1971 году он побывал в Нью-Йорке и увидел огромное количество граффити в диком стиле, на улицах, поездах, повсюду. Что очень поразило его. Однажды, в начале 80-х, он попробовал воспроизвести что-то подобное. Но получилось очень плохо. Тогда он вспомнил, что когда-то еще ребенком он был в Италии. И ему очень понравился трафаретный портрет Муссолини на стенах. Он решил попробовать эту технику. И обнаружил, что трафарет больше подходит архитектуре Парижа, нежели большие граффити, которые он видел в Нью-Йорке. «В районе, где я жил, я видел столько откормленных крыс», – говорит он. В этом было что-то анархичное, по сравнению с тем образом, который рисуют себе люди, думая о Париже. И вот, изображая своих крыс, в 1984 году он увидел граффити канадского художника, Ричарда Хэмблтона. Впоследствии он назовет его своим любимым художником. Хэмблтон принадлежал тусовке по парт-художникам, которые в то время взорвали арт-рынок. Вместе с Энди Ворхолом, Китом Харрингом и Жан-Мишелем Баския. Однажды, будучи в Париже, Хэмблтон оставил свое граффити на улицах, увидев которое, Блек понял, что крысы очень мелковаты, и ему нужно делать более масштабные работы. Сейчас, отдавая дань уважения, Блек очень много использует образ Хэмблтона в своих работах. Определившись размером, он подхватил социально-политическую тематику и начал делать трафареты людей в полный рост. Одна из самых узнаваемых его работ – человек, проходящий сквозь стены. Путешествуя по странам, он оставляет рисунок с изображением самого себя. Часто его работа – это реакция на события. В 2005 году в Ираке была похищена французская журналистка, и Блек повсюду рисовал ее изображение. Резонанс не стихал. Про него начали писать газеты. После чего ее благополучно удалось вернуть домой. Возможно, в этом немало и его заслуги. В последнее время у него проходит много выставок в разных городах мира. Но приезжая с выставкой, он не забывает оставить свой трафарет на улицах этого города в подарок жителям. В его творчестве много отсылок как к классическому, так и к современному искусству. В одной из своих работ не забыл он и про одного из основателей движения граффити. Таки 183 – наверное, самый знаменитый тег в мире. Работая курьером, он оставлял его по всему Нью-Йорку. Вскоре о нем начали писать газеты. Таки – это сокращение от его имени, а 183 – номер улицы, где он проживал. Блек признает его заслуги. И в совместных интервью они сидят и мило вспоминают об Лом. Два старичка от мирового стрит-арта. Энди Ворхол, безусловно, одна из главных фигур поп-арта, но в рисовании на улицах не был замечен. Однако в 80-х тесно общался с молодыми художниками, которые начинали свой творческий путь с улицы. Хэмпблтон поначалу рисовал на асфальте тела, типа как обводят полицейские на месте убийства в фильмах. Кит Харринг начинал рисовать своих человечков мелом в метро Нью-Йорка. Баски с 17 лет писал содержательные фразы на стенах зданий в Манхэттене. А Бэнкси теперь известен на весь мир.